Анечка, здравствуй. Ты проснулась? Ты не вышла еще? Я минут через 15 тебе опуду, ты, пожалуйста, дождись меня. Отдел полиции в индустриальном районе. На часах 8.30 инспектор ПДН Татьяна Леонова уже на месте, готова к обходу. В планах этим утром посетить две семьи. Инспектор ПДН, как участковый врач, каждый день прием граждан, обход по домам, профработа или наоборот. За ним, как и за терапевтом, закреплен участок со списком обслуживаемых домов и проживающих на нем несовершеннолетних детей. В индустриальном районе 12 таких участков. Территория Татьяны Леоновой граничит улицами нефтяников с Виязьево-Леонова. На ней проживает примерно 2500 детей. 26 из них стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Каждого из них она обязана посещать не реже одного раза в месяц. Что у тебя с друзьями? Все хорошо? Да. Кроме детей, состоящих на учете в КДН, инспектор держит на контроле и неблагополучные семьи. Их у Татьяны Алексеевны 25. В этой семье на воспитании несовершеннолетняя дочь. Мама давно не работает, злоупотребляет спиртным. Семья у нас состоит на учете 4 года. Семья состоит в социально опасном положении, поэтому с этой семьей работают все системы профилактики. И мама предупреждалась о том, что если в ближайшее время она не устроится на работу и будет замечено употребление спиртных напитков и никаких шагов не предпримет, то мы выйдем с вопросом об ограничении в родительских правах. Во второй половине дня профилактическая работа за Татьяной Алексеевной закреплена школа номер 136. Сегодня лекция у девятиклассников о вреде алкоголя. Допустив оплошность с выбором направления в самом начале своего пути, можно с большей вероятностью прийти совсем не туда, куда хотелось бы. Должность инспектора по делам несовершеннолетних должна совмещать в себе несколько профессий. Это и юрист, и педагог, и психолог. Потому что каждому ребенку нужен индивидуальный подход, так же, как и к родителю, чтобы какие-то результаты чувствовались, были положительными. Положительный результат – снятие детей с первоначального учета в комиссии по делам несовершеннолетних. На протяжении длительного времени на участке Татьяны нет роста постановки на такой учет. Сегодня официально смена инспектора закончится после приема граждан в 20.00. Неофициально – продлится долго. Сотовой Татьяны Леоновой есть у каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете, и у каждого родителя. Звонок о помощи может раздаться в любую минуту.